всем привет всех с наступившим новым годом и с наступающим рождеством я немножечко приболел поэтому склеек может быть много где-то может быть буду хрипеть еще что-то потому что горло першит придется уж потерпеть сорян и так сегодня мы будем говорить про относительно свежий нож от болгарского ножевого бренда менли называется ножичек сити это прям компактный небольшой такой сразу скажу резачок который вполне сопоставим по габаритам с той же самой парамилле 3 сделано все в болгарии в моем случае это с 90 и и 3d рукоять потому что они еще бывают в 2d в плоской рукоять вот у меня такая 3d шина и видите объемника и у ножа аж 7 цветовых решений вот такой черный красный оранжевый зеленый красно-черный черно-зеленый по моему так по моему назвался а и камуфлированный тоже для любителей по тактикуль не выпускается он только в двух столях это сэндвик 1428 н который я к сожалению еще не тестировал от этого бренда и вот как моем случае со сталью с 90 в нож на обзор предоставлен замечательным финским ножевым магазином лам не за что им большое спасибо ссылочки на сам нож из видео и подборку менли будут в описании к видео в закрепленном комментарии подписывайтесь на рассылку новостей на официальном сайте будете в курсе не только свежих поступлений но и всяких классных интересных акций и скидок давайте по характеристикам как вы догадались из названия сити подразумевает нож такой городской компактный весит он немного повторюсь у меня 3d модель она весит чуть потяжелее и ее вес 99 грамм 104 миллиметра длины рукояти 12 самом толстом месте присутствует у нас клипса клипса глубокая двухсторонняя с обратной стороны есть заглушка и хорошее большое удобное темлячное отверстие тут а нас пообеспокоились эклипсу заранее за стоун вошли чтобы она не царапалась и не бликовала это здорово замок как вы и догадались бэклок и это говорит нам о том что нож дружелюбный правша-левша и вот этот шпенек он легко перекручивается шестигранником на противоположную сторону вообще без каких-либо проблем работает все здесь на шайбах и как это водится у манали такой очень шершавый очень такой некомфортное открытие что здесь нужно поработать поработать над чистотой пит и коромысла бэклока над чистотой вот этой вот части по которой она гуляет немножко поиграться с пружиной можно добиться нормального комфортной механики работать все это дело на шайбах потом на разборке посмотрите клинок 73 миллиметра из них полезных 66 всего два с половиной в обухе сталь с 90 в сатин да на нем могут оставаться следы никак нигде не заявляется твердость этой стали но я по старому колхозному методу померил 6061 есть по любому может даже чутка побольше ну остановимся на 6061 как это делают обычно все термичит а теперь внимание нож уже перед очень дважды перед тестом и после и здесь сведение сейчас при угле 18 на сторону 03 на кончике 035 это чумовой резак с шириной клина 29 миллиметров а и и Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Прежде чем я порезал им никому не нужный канат, я, как обычно, построгал деревяшку, чтобы посмотреть эргономику и порезал продукты на заводской заточке. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Его приходится очень глубоко прожимать, чтобы отжать. При этом я не чувствую гуляния. Так, смотрите, тот самый бэклок оставил мне вот такую штуку. Это именно надавлено бэклоком. И вот я вам тоже предлагаю его сразу разобрать, чтобы посмотреть, как он в этот раз исполнен внутри. Потому что вспомним, что предыдущие их ножи были внутри прям, ну прям очень не очень. Продолжение следует... Так, ну и теперь Самое интересное Порезушки каната И тут я вам скажу, что это было Просто какое-то читерство Объясню почему Во-первых, у железки нормальная твердость Во-вторых, тонкий обух А в-третьих, охрененно тонкое сведение Я сделал 500 резов комфортных И 350 я сделал Ну, знаете, такой вот Со средним усилием Не скажу, что прям мылит И даже сейчас я вам не могу сказать Что нож как-то вот прям на все 100 Прям тупой Он еще где-то вот может зарезаться Это просто вот работает геометрия Да, вот еще где-то может Это реально просто работает геометрия Резак потрясающий Вот без шуток Кстати, кто не в курсе Но увлекается, допустим Компактными городскими фиксами Предлагаю обратить внимание На ножи от этого бренда Они стоят очень вменяемых денег При этом там все эти же стали И 154-ка порошковая Есть и сэндвики, и D2 И ножи есть от 91 миллиметра Причем они не холодные Заканчивая там здоровыми живопырами И стоит сказать, что мне очень визуально Нравятся ножны и даже брендированная клипса Это тоже прям очень важно Итак, нужно подводить итоги Стала ли термичка лучше? Да Стало ли качество лучше? Да, но оно далеко не идеально Стремиться еще есть к чему И про стремиться есть к чему Вот посмотрите просто Вот видите, с этой стороны вот так здесь сняли С этой стороны сняли вот так Ну вот я про вот эту часть Вот это стандартная фишка бренда Делать вот такие запилы на дульку Это не я запортачил при заточке Это так Вы можете открыть любые фотографии в интернете И посмотреть, что вот эти запилы на дульку Они везде такие Причем здесь это еще ерунда На старых моделях там вообще ужас По поводу фасок Фаски вот на клинке по-прежнему не сняты Все достаточно такое остренькое Я бы это либо отголтовал Либо прошелся бы какой-нибудь там Каким-нибудь скотч брай там может быть Но опять же, без фанатизма Чтобы не поцарапать сатин Понравилась клипса Расстраивает по-прежнему наличие механики Над которой нужно из коробки нормально так поработать Чтобы все нормально терлось, притиралось Но опять же за ту цену, которую стоит нож А напомню, что за эту цену вы получаете нож У которого лайнера теперь Ну не теперь, а в принципе скрыты в G10 Такое даже на более дорогих ножах не всегда есть А здесь это убрали Что нож Вот его чуть-чуть довести руками Если у вас есть желание И будет прям бомба Вот что касаемо стали И сведения Тут прям вот однозначно да Поэтому, если вас устраивают все вот эти особенности бренда И вам хочется за такие небольшие деньги Иметь 90 сталь А я надеюсь, что теперь на новых моделях качества Точнее, на старых моделях качества тоже подтянули Термичка наверняка вся у них одинаковая Нет смысла делать разную термичку на разные ножи То можно брать, наверное, и старые модели тоже Да, вот я про Камрада И вот все в этом духе Нож понравился Компактный, небольшой Весь немного хороший Листовидный резучий клинок Да еще и с чойлом Все как я люблю Вот такое сегодня видео Надеюсь, вам было интересно Все ссылочки в описании Всем спасибо, пока